И продолжим обзор принтера Ender 3 Pro. Собрал его полностью с нуля, несмотря какие-то дополнительные инструкции, чисто по той бумажке, которая была в комплекте, которую я показывал при распаковке. Там рисунки, пошагово, что где делать. И на это ушло ровно час. Все собирается легко, провода подключаются легко, никакой путаницы, все отлично, все продумано. Вроде ничего не шатается, и я собираюсь запустить первую тестовую печать. Для этого вставил флешку из комплекта, смотрим, что у нас здесь. Пара тестовых моделей, установщик, в дату заходим, юзер мануалы на английском языке, для других принтеров. И вот нас интересует Ender 3 и Ender 3 Pro. Также инструкция по сборке более подробная, инструкция по работе с меню, который у нас здесь, экран, все его описания и прочие некоторые инструкции. И есть видео, также короткое, в котором показан процесс сборки. Где какие винтики, как процесс установки и прочее. Далее, еще раз скажу, я собирал только по той бумажке из комплекта. Сюда я не заходил раньше. Программное обеспечение. Здесь какой-то есть слайсер фирменный, к реалити. И есть вот настройки установки для Куры. Версии 3. Сейчас у меня, по-моему, четвертая стоит. Ну, посмотрим. И драйвер для подключения принтера по USB. Но я буду печатать с microSD флешки. В Куру зайдем, потом настроим. Так, есть устранение неисправностей, которые могут возникнуть. Что-то здесь, описание не читал. Надеюсь, не придется. Есть пара моделей тестовые. Я возьму, наверное, вот эту тест-док. Какую-то собачку. Вот такую. Чтобы не заморачиваться. И печатать чем буду. Ну, была, наверное, попробуем из комплекта, который идет не из комплекта, а от старого принтера, от Anet A6. Так, BIN, ну и тут прочее. Вот, флешка на 8 гигабайт, microSD карточка и переходник на USB. Теперь давайте запустим. Кура версия 3.6 у меня в данный момент стоит. Тот слайсер, в котором я работаю. Открываем и пробуем создать новый принтер. Настройки, настроить Кура. Параметры принтеры. Добавить принтер. Выбираем. К реалити. Ender 3 есть. Вот он. Отлично. Добавить. Обновить прошивку. Параметры принтера. Что у нас здесь? Наверное, все. Будет в порядке. Оставим по умолчанию. Так, экструдер. 0.4.1.75. Ну, допустим. Что активировать? Нажать или как его? Закрыть. Готов. Выбрали принтер. Выбираем. Пусть будет PLA. Нажимаем открыть файл. Заходим на флешку. Так, normal doc. Кто тут еще? Давайте data. Модель. Где он? Test. Test doc. Открыть. Такая вот собачка. Да, как раз большую рисовать не буду. Ну, и пусть будет где-нибудь вот тот вот маленький объект. Посмотреть детализацию. Как он напечатает. Как раз самое то. Поддержки. Ну, смотрим настройки. 0.2 слой. Толщина стенки. Так, слои. Плотное заполнение маленькое. Сетка. Процент 10. Температура сопла. Что у нас там для PLA? Я уже не помню. Ну, или сразу давайте мой PG. Вот он, PG. Сохранить. И настраиваем заново. Слои такие. 0.8. Так, бла-бла-бла. Температура сопла. 230 поставим. И температура стола рекомендуется 70-75. Но давайте оставим 70 температуру. Посмотрим за какое время стол нагреется до этой температуры. Я вообще хотел проверить, сколько нагреется до 100 градусов. Ну, не буду. Поток 100. Откат пусть будет 5. Скорость 60-30. Вентилятор 10. Время слоя. Юбка. Кайма. Ну-ка посмотрим, что он нам скажет. Таким образом сюда перенесем. Подготовка еще раз. Один с меня на печати. 0.45 метров пластика. Подойдет. Выбираю. Сохранить. Тест док готов. Слушайте, ребята. Я считаю эту первую печать офигенной. Как бы тут показать-то ее. То есть, вот видим слои 0.2 миллиметра. Что-то не как будто не 0.2. Ну, да ладно. И, к сожалению, камера плохо передает. Но отличная детализация. Видим вот завернутые уши у щенка. Хвостик. Ну, вверху антенны. Это экструдер просто начал уходить. Становится на место. Поэтому такая фигня у пластика PG. А так. Отличная детализация. Мелкие детали без поддержек. На вот этой площадке видим углубления, которые были на детали. То есть, вот мордочка, носик, завернутые ухи, тонкий хвостик. И все отлично. Нагрев стола до 70 градусов за 2 минуты 50 секунд. Мощность стола около 200 ватт, как и написано на нем. Так, одно у нас что? Вот такое вот у нас дно. Отлично приклеилось к магнитному столику. Столик вроде бы не повредился после того, как я его отсоединял в деталь. И надеюсь, он мне прослужит достаточно времени. Убрал юбку. Давайте попробуем сломать его. Хрустит, но не ломается. Не могу сломать пальцем. И в итоге впечатление от первой печати только положительное. Нагрев стола довольно быстрый. Шумит при печати не сильно. Печать отличная. Прилипание отличное. Очень удобные колесики для настройки уровня стола. Ну и на данном этапе я, пожалуй, присоединюсь к тем людям, которые говорят, что Ender 3 лучший из бюджетных принтеров на данный момент. Наиболее доступный, наиболее качественный. Итак, первая печать. Пластиком PG. Завершается нагрев. Так, сейчас посмотрим автор. Но, как он там выставится? Нормально, нет? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты где? Что происходит? Что за фигню ты творишь? Так, вот, пошел печататься. Видно, что маленький уровень не выставил. Так, теперь вроде нормально. Более-менее. Очень легко крутится по сравнению с Aneta 6. А вот эти барашки неудобные. Здесь большие колесики. Вообще прелесть. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Большая головка здесь, конечно, неудобно. Наблюдать за процессом печати совсем не видно. То есть оттуда там щель маленькая подглядеть неудобно. Ладно, все равно ничего не видно. Шум. Все довольно тихо. Все прилично. Вентилятор слышно. Здесь шоркает. Ну, нормально. Я думаю, тише, чем Aneta 6. Соседи беспокоить он не будет. Ну, все. Ждем окончания печати и посмотрим, что получилось для первой печати. Абсолютно без каких-либо настроек. Просто вы... Ну, примерно выставил уровень стола. И то, видим, маленько ошибся. Ну, пробуем. И решил, что эта собака не лучший показатель. Распечатил еще одну деталь. Уже более практичную. Ну, в смысле, для теста. Скачал с одного из сайтов по 3D принтерам. И начнем ее проверку. Черный цвет, конечно, пластика не самый идеальный для съемки. Ну, как-нибудь. Так, 5 и... Что-то получается. 5,2 где-то миллиметра по одной стороне. И меньше. Ну, 5 ровно с другой стороны. Толщина. Где тут померить-то? 3,8 миллиметров. Должно быть 4,50-50. Ну, почти совпадают размеры. Теперь более детально рассмотрим эту детальку. Здесь наклонные под разными градусами. Начиная от 25 и вот от дальней 45 градусов. Все печаталось без поддержек. И вот такой вот наклон 45 градусов. Этот принтер держит спокойно. Ничего не завалилось. Все напечаталось четко. Печатал слоем 0,15. Высота слоя. Такое вот качество печати. Не везде идеальное. Здесь видим небольшое расслоение. Ну, в общем, нормальное. Таким образом, у конуса, у пирамидок тоже качество вполне приличное. Здесь различные цилиндрические. Выемка, отверстия, углубления. Здесь цилиндр внутри. Цилиндрическое углубление. Пирамида круглая, прямоугольная. Или, как она назвать, ну, четырехугольная. Купол. Более острый купол. Здесь под гайку М4. Давайте найдем. Сказано, что должно входить с небольшим усилием. Так, снизу там юбку надо было убрать, поэтому снизу есть некоторые огрехи. Но так гайка вошла. Вот все плотненько, никаких зазоров и без существенного усилия. Так, диаметр этих отверстий сейчас проверю. Хотя, фиксием все равно нормально проверить не смогу. Так, видим, что они круглые. Вроде бы искажений формы нет. Далее звездочка. Здесь также с обратной стороны должно быть, по идее, сквозные отверстия. Здесь вот разных размеров. Но, опять же, из-за юбки или из-за чего, там у меня дно сплошное, поэтому маленькое не получилось. Также цифры и надписи, которые здесь должны были быть. Тут 25, 30, угол. И тут цифры 1, 2, 3 и так далее. Почему-то они плохо пропечатались. Видим, что... Ну, нельзя их прочитать, видимо, слишком мелкие. Хотя, ну, странно, почему так. Ладно, не страшно. И еще одна классная вещь. Это мосты, так называемые. К сожалению, не могу найти фонарик, чтобы нормально подсветить. Ну, вот, видим, разные длины пролеты. То есть, между двумя основаниями, столбиками, идет длинный вот такой горизонтальный пролет. Повторяюсь, печаталось без поддержек. То есть, принтер ведет линию между вот этими двумя столбиками. И, как видим, она прямая, без провалов. Все отлично. Разные длины вот эти пролеты прорисовались. Это плюс. Я так дефектов особых не вижу. Прогибания, выгибания точно нету. Ну, вот такой вот получился результат. В итоге в сборе 3D принтер Ender 3 Pro выглядит следующим образом. Все несущие конструкции выполнены из металла. Судя по всему, алюминий. И все это очень жестко. Ничего не шевелится, не болтается, не дребезжит. Все колесики, которые ходят по рамам, они приходят уже в собранном состоянии. Ничего настраивать не надо. Ну, у меня в этом не было необходимости. Путаницы с проводами никаких нету. Все длина их отмерена. Все подписаны. Все отлично. Ну, вот надо маленько только придумать, как их лучше прикрепить к раме, чтобы было аккуратно и надежно. Магнитная подложка. К ней прилипает PG пластик. Отлично. Выдержала две печати на данный момент. И никаких следов я тут не замечаю. Вроде бы все отлично. Надеюсь, так и будет далее. Печатал только на ней. Работа с дисплеем понятная. Сходная с Annetta 6. Ну, и инструкция есть в приложении на флешке. Здесь мы имеем, получается, раз, два, три, четыре вентилятора. Причем малого диаметра. Это скорее минус, потому что они, ну, так ощутимо шумят. Но не критично. Вполне, на мой взгляд, нормально. Вот, что еще сказать. Спереди вставляется microSD карточка для печати, либо USB разъем. И вверху устанавливается вот такой вот держатель для этой катушки пластика. Очень удобно. Очень практично. Кстати, при распаковке я не заметил вот эту вот штуку, железяку. Она была также в поролоне. Никакой нестабильности в работу принтера эта катушка не вносит. Все отлично, спокойно, разматывается. Очень удобно. С обратной стороны принтер довольно тяжеленький. Получается, сколько я коту... Эта коробка весила, по-моему, килограмм десять. Ну, так и получается. Ну, и с обратной стороны провода. Трубка, по которой поступает филамент. И здесь шаговый двигатель, который подает филамент в трубку. Ну, и на этом, я думаю, закончим. Вот такой вот мой обзор. И результаты первого общения с принтером Ender 3 Pro. Пока, как я говорил, впечатления только положительные. Все удобно, все надежно. Нет акрила, как у Aneta 6. И тот факт, что этот принтер пользуется большой популярностью. Говорит за него. И думаю, можно рекомендовать его к покупке. Продолжение следует... Продолжение следует...